Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на бомжатский мукбанг. У нас с вами Айран. Он даже горячий, немножко кисленький такой. Здесь у нас обалденная просто колбаска. Черкизон. Как я обожаю эту колбасу. Для меня, вот честно, это один из самых кайфовых мукбангов. Колбаса любимая. Еще бы сюда сарделечки. Лапша быстрого приготовления Биг Бон. Обалденный разговор. Классный ракурс. Помните, как раньше я снимала всегда сидя здесь. Смотрю свои старые видео. Прям ностальгия такая. Но не могу сказать, что мне стыдно за свои старые видео. За свои высказывания. Нет. Наверное, с возрастом, конечно, взгляды на жизнь меняются. Но я, когда смотрю свои видео, мне ни капли просто не стыдно за себя. Я могу подписаться под каждым словом, которое говорю. Но не во всех видео, конечно. Это просто нечто так горячо. Это просто нечто. Очень горячая лапша. Но при этом очень вкусная колбаска. Смотрю старые видео. И вы знаете, по большому счету, комментарии плюс-минус пишут правильные вещи. Вот у меня бывает видео. Там много плохих комментариев, например. А есть видео, заходишь и все хорошие. От чего это зависит? Раньше я думала, блин, от чего это зависит? Может, кофта это какая-то везучая? Или прическа тоже прет. Но оказалось, нет. Все намного проще. Дело в том, что ты говоришь видео. Дело не в том, что мне кто-то что-то сказал. Я поменяла мнение. Я поняла, что это неправильная подача. Неправильные высказывания. То есть я все это читаю, стараюсь прислушиваться. Где-то делаю выводы. Я снимаю тот формат, который мне близок. Многие, например, просят пранки. Когда пранки слишком часто, то вас очень быстро раскусят. То есть мама уже поймет, что это пранк. Можно снять над парнем. Или над кем-то еще, над братом. Хотя он далеко. Но можно что-то, знаете, придумать. Обожаю. Обожаю доширак. Вот почему все говорят, что это какой-то бомжовский завтрак. Мне лично очень нравится. Кстати, под пранком, где я типа курю, многие пишут, что у Айки есть опыт в этой области. Она очень хорошо курит. Так вот, официально заявляю. Я никогда в жизни не курила. Ну, как не курила? Продолжительное время не курила. Я пробовала сигалеты. И пробовала тоже, знаете, под давлением. Ну, а знаете, как бы... Если ты не куришь, не пьешь, значит, ты лохушка. Тем более еще учишься. С уроков не сбегаешь. Все. То есть не было такого, что у каждого есть свое мнение. И вот под влиянием общества, под влиянием своего класса я как бы немножко курила. Точнее, пробовала. Но это я больше делала, чтобы показаться крутой своим одноклассницам. Если бы сейчас я была бы на своем месте, я бы сказала, знаете что, мне это неинтересно. Хотите, курите. Хотите, нет. Я не должна подстраиваться под вас, лишь бы вы со мной дружили. Еще в Азербайджане очень мало девушек курят. Преобладающее большинство курит мужчин. Каждый выбирает, как портить свой организм. Кто-то ест фастфуд, кто-то курит, кто-то колется. Ужас. Это, конечно, все. Но я, например, не могу отказать себе во вкусной еде. Но люблю я эту лапшу быстрого приготовления. Если я откажусь от всего вкусного для меня, для меня жизнь будет просто пресная. Скудная. Неинтересная. Это очень тупая логика, соглашусь с вами. Наркотики, всякие травки. Ничего никогда не пробовала. Никогда не было желания. Вообще. Выпить. Но почему нет? Иногда можно. Почему? Тем более сейчас закончила лечение. Не могу себе это позволить. Вот. Тем более сейчас, кстати, состояние кожи просто обалденное. Не знаю, как будет дальше. Пусть пройдет 3-4 месяца. Где-то, наверное, в конце лета я вам засниму видео. Покажу себя без косметики. Расскажу о том, как восстановился мой организм после приема ракутана. Это в очередной раз мне доказывает, что мечты сбываются. Возможно, для кого-то это фигня, но для меня избавиться от прыщей это была цель номер 1 на этот год. Так что я молодец, я считаю. Нет ничего невозможного. Я вот когда начала свой канал, у меня была просто мысль, вот на каждом видео было бы по 10 тысяч просмотров и все больше я не хочу. Мне достаточно. Я буду себя чувствовать счастливой, буду чувствовать себя блогером. потихоньку, потихоньку добиваешься этой цели и появляются новые. Поэтому жизнь очень интересная штука. Девочки, это так вкусно. Девочки, мальчики, вы меня извините. я обожаю даже водичку, вот этот вот бульон со всякими приправами. Мой молодой человек не курит. Папа, папа по настроению. то есть он, когда какая-то сложная жизненная ситуация, какой-то стресс, он может закурить, но это как бы не на постоянной основе, когда реально какие-то проблемы. он так на постоянной основе, а он не курит. Мама тем более. Мама одно время, когда мы еще мелкими были, услышала от какой-то своей подруги, что сигареты очень хорошо снижают вес. И мама, все, я начну курить. Потом папа еле отговорил ее. Папа ей сказал, что он ее и так, и так любит. То есть ей не обязательно худеть. Ей подходят ее пышные формы. Вот я вчера читала комментарии, там пишут, вот, у ее папы стопудово там другая семья в России. Просто Айка об этом не рассказывает, потому что ей стыдно за это. Ничего подобного, мои хорошие. Мой папа пример семьянина. Он не бабник. Он однолюб. И у него никакой семьи в России нет. почему вы судите человека. Не знаю его абсолютно. Я своего отца очень хорошо знаю. За ним никогда не было замечено, что он смотрит на кого-то. мой отец просто по натуре такой человек. Не то, что говорят, что мужчина когда становится богат, у него появляются любовницы. Не все же такие. Не все одинаковые. нельзя всех под одну гребенку. Я уже все выпила. Ничего, что я прям руками. Ничего. это больше, чем колбаса. Я не знаю, что они туда добавляют. Я очень люблю колбасы. Вот элементарно взять, например, пожарить курицу и поесть вот такой колбасы. я выберу колбасу. На колбасе экономить ни в коем случае нельзя. Берите самую дорогую, самую хорошую. Потому что дешевые колбасы их готовят непонятно из чего. Все, что угодно туда добавляют. все. Да и рано мы даже не дошли. Настолько все было очень вкусно. Вообще все равно в Азербайджане есть какие-то негласные законы. Если девушка курит, это уже говорит о том, что типа она какая-то не такая. Но мне сейчас наплевать на такие вещи. Просто слышала девочки в универе шептались и говорили она даже курит. Прикинь, она курит. Ужас. Типа она что такого сделала? Зарезала другого человека что ли? Просто человек курит. В общем было очень вкусно. Я даже не наелась. Надо было две такие брать бигпон. А вам хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Пока.